Это программа «Есть мнение» на телеканале Енисей, студии Дмитрий Болотов. Существует такое расхожее выражение «бить рублем». Оно вполне применимо к тем административным штрафам, которые накладывает наше государство на своих граждан. Но насколько они эффективны? Об этом сегодня поговорим с моими гостями. Сегодня в студии Андрей Сиротинин, заместитель начальника ГИБДД Красноярского края. Здравствуйте. Добрый день. Адвокат Андрей Осетров. Здравствуйте. Здравствуйте. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина. Здравствуйте. И общественный деятель Павел Стобров. Добрый день. Дискуссии на эту тему возобновились после недавней публикации проекта «Новой редакции Кодекса об административных правонарушениях». Зачем нам нужна новая редакция? И, естественно, большинство дискуссий все-таки о повышении штрафа за нарушение правил дорожного движения. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот действительно ли эта необходимость сейчас настолько остра? Нет, не остра. Я считаю, что это вообще какая-то нездоровая, на самом деле, тенденция периодически заниматься усилением каких-то карательных мер. То есть во все времена такие мероприятия назывались репрессиями. И я, честно говоря, ни одного случая не помню, чтобы населению такие репрессивные меры пришлись бы по вкусу. Я думаю, что вот эта мера, она тоже особые популярности среди населения вряд ли вызовет. Павел, вы как общественник, как вы считаете, действительно ли любые повышения в сторону, повышения штрафа в сторону увеличения, они действуют на население отрицательно? Да, конечно. Ну, никто это не приветствует и вряд ли кто-то будет этому рад. Другое дело, что здесь нужно все-таки подходить, скажем так, дифференцированно. То есть в каких-то случаях это может помочь, в каких-то случаях это хронически не поможет. То есть, ну, можно уже сразу же с примеров начать. Я буквально недавно ехал по перекрестку Винбаума-Марковского, это в Красноярске. Там никакие штрафы на этом перекрестке не помогут. То есть его там нужно перестраивать движение, потому что он забит всегда. Можно сделать 100 тысяч штраф, там сразу встанет три автобуса поперек перекрестка, и никто никуда дальше не поедет. Елена, действительно ли настолько мы отрицательно относимся к штрафам, которые государство накладывает за различные правонарушения? Давайте начнем с того, что все-таки 90% населения законопослушны. И даже получение какого-то минимального штрафа сподвергает людей на то, чтобы они не нарушали правила дорожного движения. 10% да. Вот на мой взгляд, есть такие правонарушения, по поводу которых необходимо думать. И об ужесточении мер, это, например, езда в хьяном виде, выезд на встречную полосу. А все остальные правонарушения, отчасти они завязаны на то, что несовершенство дорог, как сказал Павел, плохое дорожное покрытие. Ну и самая главная вещь в применительной практике, она, на мой взгляд, завязана на неотвратимости наказания. Когда неотвратимости наказания нет, штрафы можно делать сколько угодно. Большими, маленькими они работать не будут. У нас сейчас и так штрафы, ну вот какой самый высокий штраф сегодня у нас, Андрей? 50 тысяч рублей за, по-моему. А зарплата? А это еще надо учесть, что у нас не далее, чем 15 января у нас Владимир Владимирович Путин во время своего ежегодного послания к федеральному собранию, да, сказал о том, что проблема у нас, господа, у нас крайне низкий уровень доходов у населения, у нас народ бедный. И на фоне вот этого, скажем так, послания, какие-то инициативы по увеличению, по ужесточению наказания именно рублем, они выглядят, ну, маленько странновато. Мы здесь разговариваем, это доходы, население, все, о том, что мы вводим не налог никакой-то, а мы вводим именно за нарушение определенные штрафные санкции. А за какие нарушения предлагают? Если человек не нарушает, он не будет этого платить. Вот эта тенденция, не нарушаясь, экономишь, это мы так придем далеко. Это у нас, ну, давайте тогда у нас сразу смертную казнь введем за преимущество. Хороший рекламный слоган получится. Они уже вводят непосредники, то есть заранее оплачивают штрафы. Это все правильно, сейчас вы говорите, встречная полоса. Давайте так, мы построили лучшие дороги, сделали асфальтно-бидонное покрытие, хорошее. Где это вы сделали, скажите? На дорогу на Канск, допустим. Очень хорошо. Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, связанное именно с несоответствием скорости конкретным дорожным условиям, что люди едут и, соответственно, съезжают в КУИТ, отвлекаются на телефоны различные, и, соответственно, происходит, выезжают на встречную полосу именно из-за того, что они не хотели обгонять, а просто отвлеклись. Потому что дорога успокаивает, она хороша на сегодняшний день. В принципе, в России не должно быть. Есть программа нулевой смертности на дорогах, и она должна действовать. Все федеральные трассы, все большие краевые трассы должны быть без встречки. Это все понимаем, но территория Российской Федерации, мы знаем о том, что водителя останавливаешь с Белоруссией, он говорит, я Белоруссию проехал за полдня, вот он, я на границе. А здесь, говорит, уже четвертые сутки, четвертые сутки еду, еду, еду. Ну где же эту матушку Россию вашу проедешь и сделаешь? Если говорить про ту же дорогу на Акашу. Я не бюджет, я про то, что одномоментно сейчас, на сегодняшний день, на одномоментно, сказать, что завтра появятся у нас дороги, которые мы разделим, разделим пешеходные и транспортные потоки, это, конечно же, как бы невозможно, наверное. Время на раскачку у нас нет. Я ощущаю определенное противоречие. Елена сказала о 90% законопослушных граждан. При этом у нас есть статистика, которая говорит о том, что нас нарушают, нарушали и будут нарушать. Так а давайте эксперимент небольшой проведем. Андрей, вы пристегиваетесь, когда за рулем едете? Пас. Да, конечно. И я пристегиваюсь. А 20 лет назад вы пристегивались, когда это не каралось финансово? Нет, каралось всегда, просто сумма штрафа, наверное, была другая. У меня папа с того первого дня, как я сел за рулем, мне всегда говорил, Андрей, пристегивайся, это, возможно, когда-нибудь тебе сохранит жизнь. Вот папа меня как научил, я до сих пор присаживаюсь. Ну просто элементарно, даже когда вот за хлебом на 5 минут проехал. Я могу сказать по себе, я пристегиваться начал только, когда сотрудники ГИБДД стали обращать мое внимание. Очень смелый человек, абсолютно. Это правильно. И есть по этому поводу статистика, что с увеличением суммы штрафа, когда начали ГИБДД поднимать вопрос о том, что пристегнули, и у нас тяжесть последствий сразу упала. Сколько сумма штрафа за непристегнутый ремень? 1 тысяча рублей. А надо ее увеличивать на 15, чтобы люди стали сильнее пристегиваться, более тщательно? Ну вы знаете, я вчера в командировку ездил, смотрю, что уже люди перестали. В командировку заезжаю, патрульные машины сейчас заезжают, потом вижу, что приезжаешь, ремни замелькали. То есть люди ехали непристегнутые. Они увидели патрульные машины, начали сразу пристегиваться. Ну то есть тысячи рублей достаточно для того, чтобы они пристегивались? Ну я не готов сказать. Может быть 500 рублей хватит для того, чтобы они скорость не превышали? Да здесь дело-то не в сумму, а в неотвратимости. Правильно. Абсолютно верно. Если ты не пристегнутый автоматом, должен быть оштрафован на эту сумму. Потому что есть такой закон. Если из тысячи человек оштрафован один, то этот штраф не работает. Самое большое у нас это латентность административных правонарушений в сфере безопасности. Я сегодня не пристегнулся, завтра не пристегнулся, послезавтра. Я езжу здесь полгода, им говорит, водитель говорит. И тут приехали сотрудники ГАИ, меня наказали. Ну, выписут мне штраф в тысячу рублей. Я 500 рублей оплачу, и еще год буду ездить непристегнутым, потому что мне так удобно. У нас заглушки продавали в магазинах для ремней безопасности. Люди их покупают, заглушат и все, ездят. Может быть здесь речь в том, чтобы повысить культуру вождения именно? Смотрите, мы сейчас говорим о ГИБДД, как о примере, очень ярком, естественно. Но мне кажется, здесь гораздо глубже проблема. Как человек, в принципе, реагирует на некие финансовые штрафы? Является ли это действенным способом? И можно ли за счет увеличения этих штрафов большее количество людей привести в себя? Ну, скажем так, сделать их законопослушными? Я вот с самого начала передачи хочу просто Андрею задать вопрос. А по каким видам правонарушений, вы считаете, нужно повысить штрафные санкции? Все, которые влияют на аварийность у нас. За которые произошли ремень безопасности, это очень существенно влияет на состояние аварийности. Встречная полоса, скорость, нетрезвое состояние. И какими эти штрафы должны быть? Не то, что... Ну, я не готов сейчас назвать суммы. Сейчас как бы сумму ввели в новом кодексе. За превышение скорости на 20 км в час ввели 3000 штрафов. То есть, фактически, гражданин, который заплатит полторы тысячи штрафа. Вот со стороны именно повышения вот этих вот штрафных санкций, это выглядит как некое дособирование, дособирание денег в бюджет. Потому что, ну, если вы хотите ужесточить ответственность, вы не повышаете штраф до 10 тысяч, введите 5 суток административного ареста. Ну, больше будет эффективность, наверное, да? Ну, подождите, эффективность, это все понятно. 5 суток ареста, да? А где мы сейчас будем тогда эти граждан содержать? А где граждане будут деньги брать? Владимир Владимирович говорит, что они будут брать. А где граждане будут брать? А где граждане будут граждане деньги? Деньгами нельзя человека заставить соблюдать законы. Вот Елена совершенно правильно сказала. Вот есть 10% нарушителей, которые нарушали, нарушают и будут нарушать. При этом они достаточно активно на настоящий момент могут противодействовать системе взимания вот этих вот штрафов. Способов разных, разных очень много. Я рекламировать не буду, но поверьте мне, вот как адвокату, их достаточно. И в настоящий момент вот эти 10% вы сделаете им 100 тысяч, 150. Они не будут их платить. Они найдут способ, они уже знают, как это сделать, как нарушить и штраф не заплатить. С этими гражданами тоже необходимо что-то делать. Причем у нас есть не только правила дорожного движения, у нас есть огромное количество законодательных актов, которые тоже регламентируют штраф в виде финансового наказания. Елена, закон о тишине, в котором тоже много копий сломано, здесь тоже существует наказание. Оно эффективно будет для этих людей? Или мы так же, как с нарушителем правил дорожного движения... Ну, вот смотрите, мой опыт депутата, он говорит о чем? Что ко мне идут люди, которые говорят, что закон о тишине не работает. Не работает он почему? Потому что невозможно доказать, что человек нарушает тишину. Роспотребнадзор не вызовешь. Участковый банально пришел, там уже не шумит никто. И не все граждане готовы потом пойти в суде несколько раз? Зайти в квартиру, даже если там шумно, тоже невозможно, потому что нет таких полномочий. То есть есть масса ограничительных каких-то мер, в том числе и для сотрудников полиции, которые не в состоянии какую-то доказательную базу собрать о том, что шумели в той или иной квартире. И к вопросу о том, что тот, кто хочет обойти закон и не заплатить штраф, он его обойдет. А страдать будут те, у кого какие-то немножко конфликтные отношения с соседями. Ну или, например, есть соседи такие профессиональные жалобщики, которые на любой писк ребенка бегут и жалуются в полицию. И все об этом знают, включая там правоохранительные органы, потому что завалены отделы вот этими жалобами. Но при этом, где действительно нарушается закон, там не работает он. Андрей, а скажите, пожалуйста, вот с точки зрения людей, которые хотят защитить свои права, для них финансовые наказания – это выход? Здесь дело, опять же, не в размере наказания. Я могу заплатить штрафом 500 рублей за превышение скорости. За последние 10 лет у меня нет ни одного штрафа за превышение скорости. У меня одно нарушение, случайно на улице Ленина, чуть маленько к обочине прижался, у меня зафиксировали, что выезд вроде как на выделенную полосу. Все. Ну вы мне поверьте, я могу 500 рублей заплатить штрафом. Вы очень законопослушный водитель. Вы знаете, на самом деле, еще раз опять же скажу о том, что вопрос законопослушности – это вопрос некоего воспитания поколения следующего водителей. То есть, допустим, пускай на тех же самых курсах, когда на права сдают, внушают им как-то о том, что когда вы ведете стиль агрессивной езды, вы неприятны другим участникам дорожного движения. Вам должно быть стыдно. Мне пятый десяток, мне стыдно, когда меня инспектор останавливает и начинает мне как маленького мальчика говорить, ай-яй-яй, Андрей Валерьевич, как же вы нарушаете это, да? Вот сейчас здесь не перешли… Откуда берутся люди, у которых 60 штрафов неоплаченных за превышение скорости? Мы подошли сейчас к тому вопросу, что три категории у нас оказывается, а не две категории. С последствием. Правильно? Сейчас на каждом везде юридических начинается, да, о том, что есть три категории граждан, которые… Первое – это законопослушные граждане, которые в силу своих убеждений соблюдают правила. Вторая категория, наибольшая категория из этих 90% – это те, кто соблюдают именно законы, потому что боятся ответственности санкций. И вот самые маргинальные, да, вот эти 10% возможно, там не готов сейчас сказать сколько, вот они не соблюдают, да, правила дорожного движения, вот в том числе, да, которые есть у нас, рассматривая, да, материалы дорожного движения происшествия, мы видим граждан, вообще оцениваем, что в течение года у граждан есть по 20, по 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Недостаточно, наверное, санкций на сегодняшний день у сотрудников полиции применить их для того, чтобы исключить именно вот лист этого девиантного поведения из участия в дорожном движении. Ну, из-за небольшого количества лист девиантного поведения нет смысла наказывать остальную категорию, у которых большинство. Вы так разделили всех людей на три части, да? Это не я, это юриспруденция разделила. Подождите, есть ли какая-то статистика, вот в среднюю группу, люди, которые ведут себя прилично только из-за того, что их штрафуют и наказывают? Это вот какая группа? Сколько процентов? Не то, что их штрафуют, они, еще раз говорю, под страхом наказания соблюдают правила дорожного движения. Это какая группа? Сколько это процентов? Ну, я сейчас не готов сказать. Почему? Потому что нужно был социальный опрос сделать, определенную категорию взять. Вот такими категориями нужно очень аккуратно пользоваться, потому что вы, во-первых, сказали, что это большинство. Вот Лена сказала, что 90% и 10%, я считаю, что это не 10% меньше. А большинство я почему говорю? А потому что от количества привлеченных к ответственности за прошлый год. Большинство, большинство, это люди вполне законопослушные и нормально устроены. Это не значит, что они боятся штрафа. То есть, по-вашему, они нарушают правила дорожного движения от того, что они не знают и не понимают? То есть, они садятся за управление источником повышенной опасности? Нет, не садятся. Нарушают правила дорожного движения. Мы выписываем, соответственно, штраф либо в автоматическом режиме, либо инспектор им. И вы говорите о том, что они законопослушные? Я вас уверяю, что большинство людей нормальны и законопослушные. Павел, а почему они тогда запускают ситуацию? А вы говорите, что большинство людей это делают только под угрозой наказания. Я в этом в корне не согласен. Я прошу привести статистику по этому поводу. Почему вы считаете большинство людей априори нарушителями? Потому что нужно нормально себе посмотреть. Я нормально абсолютно смотрю. Вы езжаете на улицу города и посмотрите. Подождите, вы ходите. Большинство людей адекватно себя ведет на дороге. Я каждый день хожу по городу в обед. Есть время. Я стараюсь пешком походить, посмотреть. Вот сгорит красный сигнал светофора. Многие стоят, но некоторые просто посмотрели по сторонам и переходят в проезжую часть. Некоторые или большинство? Не большинство, но не большинство. Меня тоже это пугает. Я вчера стоял 40 секунд на перекрестке. Со всех четырех сторон стояло человек 50. Только один человек перешел домой. Я про то, что Лена говорит про молодое поколение. А сколько ему замечания сделало? 50 человек сделали замечания этому одному? Нет, конечно. Конечно нет. Потому что что бы они получили в ответ? Потому что он все вот так вот оглядывался, а его судья молчалил. А вы сейчас про перекрестки на проезжей части. То, что должны быть меры ответственности. Да, должны кто-то... Где сотрудника взять на каждый перекресток, чтобы поймать этого нарушителя? У вас там камера стоит. У меня, кстати, нет статистики по поводу того, сколько у нас законопослушных или нет. Но есть цифры из нашего опроса. Чтобы еще раз подогреть дискуссию. Мы спросили у зрителей, будет ли результат от повышения штрафов. 37 позвонивших нам считают, что эффект будет. Но 63% уверены, что сколько бы мы ни платили, повышение ничего не изменит. И это укладывается, ну, наверное, в такое рассуждение про уголовные преступления. Ведь у нас достаточно внушительный уголовный кодекс, правда? Весьма. Весьма серьезные штрафы. Но при этом ведь преступников меньше не становится. Почему? Потому что каждый, кто идет на преступление, искренне уверен, что его не задержат. Неотвратимость наказания. Мы опять возвращаемся к этой теме. Когда у нас будут установлены камеры видеофиксации, которые будут фиксировать ремень, там, да, еще что-то, любые другие правонарушения. И в автоматическом режиме не нужен сотрудник на каждый перекресток. Нужен просто умный город. И когда эти штрафы человеку будут приходить, он будет просто более внимательный. Это все, умный город, все хорошо, но есть еще у нас умный край, да, где я выезжаю, в Дзержинский район, в Абонский район. Когда там появится камера автоматической фиксации? Я вам другое вопрос задала. Которая будет ремень или еще что-то. Ну, тоже как бы, мы сейчас про Красноярск город говорим, да, Красноярск совершенствуется, да, устанавливается. Мы начали говорить просто про дорогу в Канск. А мне кажется, это вообще было самое такое фантастическое решение, забросить старую дорогу и построить новую. А можно было построить новую дорогу, отремонтировать старую, и там бы просто не было аварий. Либо они уменьшились в разы, потому что бы дороги не пересекались. Но кому-то пришла в голову замечательная мысль забросить одно, построить другое. Я не думаю, что есть мысли приходят. Это же исследование проводится. Я ездила в Канск и прекрасно видела, как там едут автомобили. Там огромное количество идет большегрузов, которые просто не могут быстро ехать. Там стоит огромное количество камер видеофиксации, о которых не предупреждено по дороге. Это, кстати, противозаконно о том, что она вот там будет стоять. На передвижные камеры не предупреждаются. Водители просто вынуждены обгонять эти большегрузы по встречной полосе. Дорога там обледенела, не всегда она подсыпана. И в том числе аварии там происходят не потому, что в водителе козлы, а просто потому, что такие дорожные условия, они вынуждены нарушать правила дорожного движения. То есть да, водитель говорит, мне надо, я нарушу, а дороги везде двухполосные у нас. Не мне надо. Есть у нас правила дорожного движения, предусматривает, да, что водитель может обгонять транспортное средство. А почему нельзя-то? Есть возможность это транспортное средство обогнать. Он оценивает ситуацию, что есть возможность. Но когда на протяжении 20 километров узкая дорога, сплошная линия, и нет возможности обогнать. Хочу все-таки от частного случая. То есть это же не значит говорить о том, что я нарушу сейчас правила дорожного движения, пусть мне штраф выпишут, и все. А если это дорожно-транспортное происшествие, где погибли люди? Нет, это значит, что нужно исключить полностью встречку на этих участках. Я не говорю, что не нужно исключить. Я говорю, я только за двумя руками. Сейчас поэтому в Российской Федерации идет у нас большой, огромный проект. Огромные средства, вы видите, выделяются. Безопасные, качественные автомобильные дороги, проект. Есть стратегия развития, что к 30-му году к нулевой смертности на дорогах мы стремимся. О том, что к 2024-му есть, что социальный риск снизит нам до 4-х хотя бы погибших на 100 тысяч населения. У нас по Красноярскому краю должно быть не больше 112-ти. А в прошлый год у нас погибло 378. Давайте про хорошие дороги маленечко отвлечемся. Про размер штрафов. Вот вы говорите про, допустим, трассы междугородние. Вот сколько раз я видел, допустим, вот сейчас относительно небольшие штрафы за превышение свыше 20 км в час. Едут люди, видят, что стоит знак, что снимает камера. Штраф же небольшой. 200 рублей. Они приостанавливаются и едут нормально. Зачем повышать? Это работает сейчас и так. Для чего? Я еще раз говорю, это не налог штрафового президента. Да при чем здесь налог? Не нарушайте и не нужно. Я про нарушения сейчас говорю. Еще раз говорю по поводу того, что у нас существуют различные виды наказания. В том числе и административных. Правильно. Не обязательно наказывать рублем. А почему не наказывать рублем, скажите мне? Потому что у населения нет денег. Так потому что население тогда и поймет, что если у меня нет денег, я не буду нарушать правду. Еще раз говорю. Потому что с меня взыщут этот штраф, во-первых, транспортные средства смогут конфисковать. И все нарушения это. Мне запретят выезд за границу. У меня карточки блокируют. Как насчет расстрела-то за превышение? То есть подождите, значит, если у меня есть деньги, я могу нарушать. То есть логика такая. А вот сейчас так и говорят о том, что если у меня штраф 250 рублей, я могу себе позволить это на... Скажите, где граница? Вот есть эта дискуссия тоже старая. Подождите. Когда люди пересаживаются с дешевой машины на дорогую, они начинают считать, что въезд в центр должен быть платный. Вы смотрели вообще... Потому что вот этих 60% большинства здесь не должно быть. Подождите. Вы сейчас смотрели новый кодекс, который вносится? Нет, не смотрел. Зачем? Смотрите, объясняю вам. Если человек в два и более раза нарушает одно и то же право дорожного движения, там другая станция уже. Лишение права управления. Ну и что? Ну и что? Вот смотрите, у меня сосед недавно второй раз по пьянке у него отобрали права в деревне. Но у него будет все равно так или иначе вынужденная история, когда он сядет на машину и поедет в соседнюю деревню зачем-то. Ну потому что, блин, такси там стоят 700 рублей, потому что автобусы не ходят, еще там почему-нибудь, да? Но, но, фактически, он бы никогда, честное слово, я его знаю, этого человека, он бы никогда не нарушил, если бы за пьянку за рулем была уголовка. Она есть, как нету-то. Ну размер штрафа здесь вообще не стоит. Она есть, как нету-то. Насколько рабочих, сколько людей были привлечены к уголовной ответственности с реальным посадочным сроком? Сейчас цифру не назову, но реальные сроки у нас есть. Это не сильно много. Мне вот, как обывателю, я не хочу, чтобы человек, который был за пьянку, за рулем, лишен, чтобы он оказывался на дороге. Давайте я внесу как бы цифры, да? За прошлый год у нас по уголовной ответственности снизилось количество задержанных лиц. Было 3000 там с небольшим, стало 2500. То есть на 500 с лишним человек у нас меньше. А которых лишили прав за выпивку, сколько таких ловите? Повторно? Вот я про них и говорю, что повторно, это главная ответственность уже. 2500 в прошлом году. Вот на этих людей ни по какой повышению штрафа не есть. Ну вот на мой взгляд, наша дискуссия не только... Не только штрафа, а не автотранспортного средства, может быть. Мне кажется, на мой взгляд, наша дискуссия немножко бессмысленна, в силу того, что мы социологию эту не знаем. То есть мы сейчас, вот каждый тут настаивает на своей позиции, все вместе мы нападаем на Андрея. Ну, потому что... Давайте, хотя Андрей не принимает эти кодексы. Он только говорит, что вы считаете... Подождите, Андрей тоже знает, он в своем праве. Непопулярные немножко, да. Нет, ну вот есть еще интересный пласт, на самом деле, рассуждений о 10 годах, которые нам необходимы, чтобы у нас сменились поколения, пришли какие-то другие люди. Мне всегда казалось, что сотни лет нужно для газона. Нет, как раз хотел привести пример. Андрей тоже начинал, да. Не успел я это говорить. Стою на перекрестке. В красный свет машин нет. Я стою, жду, когда загорится зеленый. Подходит, значит, один молодой человек, подросток может быть, чуть постарше лет 18, еще несколько. Молодые люди все стоят. Подходит женщина возраста 50+. А вось проскочу. На красный свет. Я стою, молодые стоят. Мы не идем. Она идет. Это вот к тому, что, на самом деле, Елена, действительно права, я думаю, что все-таки действительно через 10 лет вот эта культура поведения на дорогах, она будет разительно отличаться от того, что мы имеем на сегодняшний день. Так а не воспитывается ли она в том числе и теми штрафами, как наказание? Насколько молодежь в курсе о том, что у нас увеличиваются штрафы? Вообще, а насколько в курсе у нас молодые люди о том, что у нас планируется выйти новый кодекс? Ну, это опрос, конечно, нужно сделать. Я думаю, не на сколько. В школах, да, сейчас по телевизору вот этот очень сейчас обсуждаемый вопрос, да, это потому что этим людям, да, в ближайшее время уйти учиться, да, как правило, на водительское право управления сдавать, да, они все равно как бы смотрят это и интересно. Действительно, как бы нам сейчас на сегодняшний день нужно привить культуру, поведение. Как мы привили, вот, ну, не знаю, сколько времени прошло, чтобы здоровый образ жизни появился и вошел в обиход, да, спортзалы появились. Курить сейчас не так уже модно, как раньше, да, стало. Ну, сколько времени прошло? Не менее 15-20 лет. Ну, я думаю, что это, мы это помним, да, это не так, может быть, давно было. Скажите, а статистика по детским креслам есть у вас? Снижение количества? Да. Ну, конечно, снижается количество дорожно-транспортных происшествий. Я прошу вам скажу, что количество дорожно-транспортных происшествий мы учитываем, да, отчетных, которые пострадали. Вот за последние, там, 14 лет у нас ведется, да, статистика, вот, в прошлый год мы закрыли самое минимальное по количеству дорожно-транспортных происшествий и по количеству погибших. Самое минимальное количество, вот, я взял с собой статистику, она с 2009 года мне написала. Ну, и какой фактор на это повлиял, на ваш взгляд? 678 было, да, и 378, да, закончили мы этот год. То есть на 300 людей меньше погибло, чем вот ранее. И какой фактор? Это нормальная просветительская, да, некая деятельность. Мы считаем, что, конечно же, количество транспорта увеличилось при этом. Я считаю, что только вот введение, да, что меньше стали, мы больше, да, привлекать. Дисциплинировали камеры. Я про что говорю? Что камеры поставили в городе, и мы сейчас каждый из вас видим. Так вот наш тезис, вы просто и... То есть не штрафов делаете, не увеличение штрафов делаете. А поставили камеры, да, и люди у нас уже, даже там, где камер нету, он соблюдает правила дорожного движения. Опять же, сейчас новая появилась, да, у нас проблема, которую мы сейчас на сегодняшний день разрабатываем. Методика, телефон в машине, люди отвлекаются. Если мы видим, да, машина мечется из стороны в сторону, значит, там сидит водитель, который сидит по телефону, точно смотришь он в телефон. И посмотрите, если вы обратите внимание на перекрестках, остановитесь, большее количество... Книжки, я вам скажу больше, книжки некоторые читают. И фильмы с книжки, я сейчас про телефон, потому что телефон, как бы, да, здесь и разговаривает, и социальные ролики смотрит, и переписывает это здесь, 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 и как на него повлиять. Ну, мне кажется, вот эта категория людей просто считает, что она пересохранится, может, как там, в некоторых играх. Да, потому что, да. Game over никогда не наступит. Но это ведь не большинство населения. Вот просто сейчас ту статистику, которую вы приводите... Мы статистику от телефона посчитать не можем. Она прямо подтверждает, что необязательно для того, чтобы дисциплинировать водителей, повышать цену штрафа. И вы сами только что это... Вы знаете, мне кажется, что если мы увеличим, да, количество штрафов сократится, мы за то, чтобы меньше людей платили штрафы. А для этого, еще раз говорю, нужно, чтобы человек осознавал, когда у него большое количество... Сейчас, говорю, норму ввели, что повторное совершение, там другое уже совершенно, вот однотипных нарушений. То есть, ранее, как бы, да, раз, два, три, у него 10 одинаковых, он платит и платит за эту скорость. Ну, давайте, я тоже, как бы, да, что три штрафа за год, наверное, это перебор, чтобы человеку... Первый раз, наверное, чтобы он понял, да, что, ну, наверное, не нужно. Второй раз там, как бы, да, еще. А третий раз уже, наверное, какие-то меры принимать. Вы знаете, я пример приведу с парковкой в центре города. Вот я разговаривала с человеком, который их там организовал, да, он о чем говорит? Он говорит о том, что человек, получив штраф за то, что не оплатил парковку, в следующий раз они его уже там не фиксируют в этой системе нарушителей. Так это опять говорит в копилочку того, что неотвратимость наказания, пусть она минимальная будет. Но если человек 100% этот минимальный штраф получил, он нарушать его больше не будет. Посмотрите, вот тот участок дороги на проспекте Мира, где всегда стояли сотрудники полиции. Сейчас там сотрудников полиции нет. А что происходит на светофорах? Водители останавливаются четко по стоп-линии. Если сейчас обратить внимание на то, что за стоп-линии начали штрафовать, там же небольшой штраф. Небольшой, но останавливаются все на стоп-линии. Останавливаются все на стоп-линии. И даже не нужен сотрудник правоохранительных органов. Что, нужна стоп-линия? Стоп-линия нужна. Или хотя бы картинка с камерой? Нет, здесь, смотрите, я всегда буду стоять за то, что среда воспитывает человека гораздо лучше, чем сотрудник полиции. То есть можно, конечно, задействовать экипаж и поставить на этом перекрестке. Но если там есть четкое ступление, то это гораздо больше помогает, чем экипаж. То есть это значительно правильнее. То есть это люди соблюдают дорожную инфраструктуру. Но есть случаи, вот я привел пример Вейнбаума-Марковского, когда уже даже вафлю нарисовали, уже и камеры там висят, чего там только нет. Но, тем не менее, перекресток, каждый час пик забит так, что проехать по нему абсолютно невозможно, повернуть невозможно. Это значит, что нужно пересматривать там схему дорожного движения, чтобы людям было комфортно ехать без нарушений, а не комфортно нарушать. И то же самое касается всех этих встреч. Вы считаете, если мы разделим транспортные потоки, будет человек ехать, отвлечется, съедет в кувет, перевернется? Мы считаем, что увеличение штрафов для человека не существенно повлияет на снижение безопасности, а существенно повлияет на снижение безопасности разделения полос. Нет причин выйти на встречную полосу. Конечно же, я не спорю. Это совершенно верно. Коллеги, к сожалению, время программы подходит к концу. Очень интересная дискуссия. Более того, я тоже входил с какими-то тезисами внутренними, но вы в чем-то меня убедили, в чем-то разубедили. В одном я считаю все правы. Если человек сам не подумает о собственной безопасности, никакие штрафы его к этому не подвигнут. Заботьтесь о своей безопасности и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин